Местом встречи председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальи Качановой с руководством Брестского региона стал райцентр «Берёза». Предновогодние дни – это время, когда вся страна подводит итоги. А потому с подобными рабочими визитами спикер Верхней Палаты Парламента уже побывала в Витебской, Гродненской, Гомельской областях и в Минске. В фойе Дворца культуры «Берёзы» была организована выставка достижений райцентра в разных сферах. Наталью Качанову информировали, как выстраивается работа сельсоветов после оптимизации, а также вручили памятный сувенир от местных умельцев. В зале, где была организована рабочая встреча, присутствовал руководящий состав Юго-Западного региона. Включая помощника президента инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика, председателя Брестского областполкома Юрия Шулейко, председателя Брестского областного совета депутатов Юрия Наркевича, а также сенаторов. Экономика во главе угла. А потому акцент был сделан на достижении показателя валового национального продукта, а также инвестициях в основной капитал. Наталья Качанова подчеркнула, что для нее важен откровенный диалог на местах и моменты, которые необходимо отрегулировать под современной реалией на законодательном уровне. Спикер отметила заслуги Брестского региона, который по итогам 2022 года вышел в лидеры. Я с хорошими чувствами всегда еду в Брестскую область, потому что действительно это очень перспективная область наша. Тут очень хорошие результаты, результаты в сельском хозяйстве. Я сегодня сказала еще раз словопризнательность и благодарность всем, потому что, конечно, то, как мы обеспечили безопасность нашу продовольственную, так как сработали аграрии в этом году, Брестской области, низкий поклон и словопризнательность и благодарность. Но, конечно, область развивается, прирастает новыми проектами, о которых мы сегодня говорили, потому что та задача, которую поставила глава государства и определена 6-м Себелорусским народным собранием равномерное развитие регионов. Это так и должно быть. Люди должны жить в регионах, иметь работу, иметь хорошие объекты социально-культурного назначения. Поэтому, конечно, руководство области все это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы область развивалась, для того, чтобы поставленные задачи в развитии социально-экономическом были выполнены, причем выполнены на самом высоком уровне. Я вижу, как переживает губернатор за все то, что происходит в его области, в веренной им области. И я вижу, что, да не просто я вижу, это подтверждает статистика, что те достижения, которые есть в Брестской области, они очень значимы. Они важны не только для тех людей, которые живут в этой области, но и в целом для нашей страны. И, конечно, я искренне поздравляю всех брестчан, жителей Брестской области с наступающим Новым годом, Рождеством, счастья, здоровья, благополучия. Ну а Брестской области только процветание. После деловой встречи Наталья Качанова посетила Березовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где в настоящее время получают разноплановую помощь 143 воспитанника. В рамках акции «Наши дети» гостья подарила учреждению сертификат на 30 тысяч рублей, который будет использован на обустройство сенсорной комнаты. В нашей стране очень много делается для того, чтобы каждый ребенок был счастливым. Это и в системе образования, и в системе здравоохранения. А чувства, которые я испытываю тогда, когда посещаю учреждения, где находятся наши детки, абсолютно разные. Ну, прежде всего, конечно, счастье от встречи с ними. Тогда, когда ты можешь им подарить хоть чуточку своего тепла и подарок, но поверьте, что это чувства взаимные. Ты ровно столько же получаешь от общения с этими детьми. В этот день было не только много общения с детьми, веселья и музыки, но и поздравления, добрые слова в адрес педагогов, а также подарки на этом не закончились. Такого труда, почетного, сегодня, который вы выполняете вместе с нашими детьми, наверное, не каждому удастся придумать и сказать огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, здоровья, здоровья! Счастья, счастья, счастья! И, конечно, чтобы в вашем прекрасном учебном заведении всегда была радость, порядок, уют, настроение. Конечно, пускай сбудутся ваши все мечты, которые вы сегодня загадали или загадаете под Новым годом. Всем вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы! Председатель Брестского обл. полкома Юрий Шулейко вручил Центру коррекционно-развивающего обучения телевизор, а Юрий Наркевич от имени всего депутатского корпуса области «Интерактивное зеркало». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...